здравствуйте какой какой у вас интересный фон в зале да мне тоже нравится ну видно человек творческий как-то связан с искусством либо искусство является вашим хобби от души даст верно связан с искусством музыка пишите и играете да напишу играю а вы чем занимаетесь ну я на пенсии на пассивном доходе меня зовут петр а вот меня игорь зовут игорь очень приятно а вы находитесь в лесу рассказать ну я вообще россиянин по вашему вот мы сейчас я вне россии по политическим мотивам а по политическим именно то есть за вами охотились или что-то делали там россии нет не так чтобы охотились вы стримите либо пишите чтобы потом выкладывать записывай да у меня статья 20.2 коап рф часть 61 это выход на митинге в двадцать первом году просто ну если вы охотитесь то я сразу обратил внимание у вас за правым ухом флажочек желтка блоки мне а флаг у вас стоит россии пояс значит как я сразу быстренько выстроил да понимая абсолютно понимаю я на вашей стороне я понимаю вашу боль и обиду и показать орков такими как-то такими они и есть такими они могут быть да и давайте все же всей душой испытываю боль украину родину до названием рф но и я уже общался с вашими знаете шикарный канал виталий фокс вериталь мой как раз он у меня был на стриме вот в прошлое воскресенье вот и смотрите я заразился именно его концепты парадигмы до попытаться учитывать то что я инженеры я четко выстраиваю чинеследственную связь я это заметил нет я в хорошем смысле говорит заметил я имею ввиду чтобы я понял да 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 изначально сказали что я с музыкой связано искусство то есть вы обратили знаете я иногда буквально два слова иногда общаюсь с россией полчаса могут со мной общаться и не замечать эти флажки и только через просто подожди 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 что там у тебя сзади понимаете да я сразу я понял да и как бы испытываю по огромную боль из-за происходящего я знаю лизонька во львове который вот оторвало колясочки и драм-театр в котором погибло я все это видел жена два месяца плакала когда все это началось и я сказал что у вас корни какие то есть вы и россиянин россиянин русские россиянин ну видите к сожалению мало таких людей как вы к сожалению но я не так смотрите и я иногда как бы знаете как момент искупления все не в ротике и мне вот больно мне стыдно я вот клипаю флаг украины иногда с украинскими общаюсь и когда слез и телефонами обмениваемся до такого и я как раз сок филитариста сразу говорю ребят здесь маргинальная помойка понимаете да то есть уровень людей морального этического эмоционального и интеллектуального образовательного уровня он пусть очень низко в россии а вот в украине я потыкаюсь именно на очень интеллект где очень интересно хотя я сам я когда с виталием разговаривал смотрите цель какова а вам больно понятно вам хочется каким-то образом задеть тоже понятно но вы в данной ситуации неправильно не имея права говорить о вас буду говорить о себе я вот виталия фокс виталисе тоже виталий да и и и и и я с ним заразился я начал разговаривать кликаю россияне и вот кликаю и мне прям очень радужно было что вот я у меня промзил два столбика ну так ручкой мяч ковырять его столбик адекватно россияне у меня неадекватно ну то есть тут оценивать ситуация активно не по пропаганде которые как помой льются из каждого утюга а из других источников и смотрят на те и на ту и на другую что и прям смотрю прям адекватный превалирует а кто же поддерживать все происходящее и процессе разговора где-то из 14 человек я троих мальчишек заставил задуматься да да я слушаю внимательно нет вы правильно в принципе это то что сегодня должны делать я россияне не с украинцами общаться с россиянами для того чтобы их украинцы так все знают я заставил их задуматься да у меня флаг россии нет у меня сейчас тоже стоит россия все правильно вы выбрали россию у меня стоит россия поэтому на меня попали все верно виталий и большинство как бы ваших блогеров они как бы уезжают людей и в тем самым вызывает лишь агрессию и потом идет такой одинаковый они не понимают что вам больно что вам нужно как-то куда вылиться потому что друг на другу уже и так все с головой а тогда цель ваша размазывается допустим если заставить задуматься одного двоих троих пятерых это как минимум одного двоих троих пятерых украинских защитников спасти понимаете агрессивный контент у вас одно дело я не помню как ее зовут она прям вот прям жесткий и тут только злость идет такая негативная волна вот девчонки от рулетки чудо встал какой-то украинский там и говорить плохо я здесь еще знать да я хочу просто маленькую рибарочку сделать и вот того что вы сказали почему украинцы ноги я сразу скажу что мне и вам проще почему потому что вы не находитесь в украине и я не нахожусь в украине я нахожусь в америке больше 30 лет уже но почему я считаю почему украинцы это делают имеют на это право и в принципе то что да то что они делают так вот к чему я говорю что когда у человека есть боль люди эмоционально они разные правильно для них сейчас самое важное вот у них нет такого нет времени сортировать здесь хорошие русские плохой русский или что сейчас просидел им сейчас главное это спастись как стране это победить врага как в лице россия а для них вы запомните вы спросите во время во второй мировой войны все были немцы будет время когда придет время будет все равно время когда это все будет разные моменты учитываться но для того чтобы это время пришло должно быть покаяние должно быть объявлено то что сделала российская власть это было самым настоящим злой и тогда и тогда может быть постепенно постепенно будет потому что вы говорите вообще вообще не не об этом речь вообще абсолютно я посмотрите есть не смотрели фильм дождя необыкновенный фашизм то что выступление гитлера и гейберса не были абсолютно гитлера и путина они прямо один и тот же мароксиев только вот слова чуть-чуть были изменены у них я все это понимаю дел не в этом дело стоит в цели допустим фокс велитарис который у него цель вокс-вокс велитарис это силы да вот так вот не види фокс-вокс леса да а это как этом это латынь да правда голос правды голос правды да фокс да вот соответственно он он вежливо он вежливо как бы начинает а потом я понимаю что он вцелает и люди соскать и вроде что ты раскачал человека идея тостом чтобы посеять смуту и вышли и выступить в качестве анти пропаганды понимаете а для того чтобы достучаться до души потому что до мозга там уже все пропаганды занят то нельзя агрессировать потому что агрессии будет однозначно у человека вызывать только агрессию а в случае агрессии его душа его мысли к восприятию закрыты полный дело в том что украинских блогеров я пойму я не обо всех украинцев я вам сразу сказал что не имеет на нато право потому что и боль и так далее я имею ввиду о блогерах то есть каковы их цели хотите я вам скажу или какие я сейчас объясню смотрите вот я как блогер так как я не нахожусь меня смотрят очень много людей из украины и они понимают вот я как раз тот блогер которые иногда пытаются достучаться до россиян я говорю с той позиции именно аргументов фактов стараюсь вести диалоги очень не скажем так не агрессивный корректные не агрессивные так и тогда украинцев другие задачи сегодня они находятся под тиском врагов у них задача чтобы другие украинцы не велись на вот хороший русский переключилась вы здесь алё здесь у меня программное обеспечение запросил так вот их задача они обращаются не к россиянам они обращаются к украинцам вот каждый украинский этот блогер который говорит с россией он говорит не с россией он говорит для украинцев украина смотрите у нас сейчас нет времени по нам сейчас летят ракеты нас сейчас поддерживаю путь на и я делаю все чтобы это безумие остановим и просто сижу в театре летки разговариваю и все. Они хотят видеть действия. Вот есть, например, организация, которая называется «Свобода России», да, или «Русский батареологический корпус». К нему по-разному, кстати, в Украине тоже относятся. Но эти люди что-то делают. А есть люди, например, которые ничего не делают, они только говорят, да, например, они не хотят и не призывают никаким действиям, потому что они боятся. Но при этом они осуждают Украину. И вот, естественно, украинцев идет к таким людям. Ребята, вы ничего не делаете. Вы сидите, только разговариваете с украинцем и пытаетесь еще как-то сказать им, что люди там что-то не так делают. При этом вы сегодня являетесь винтиком той системы, которая сегодня нас убивает. Понимаете, о чем я? Поэтому я вам могу это сказать, потому что я знаю, как себя ведут украинские блогеры и почему они так делают, и почему они имеют на это право. Я еще раз говорю. Почему они делают, мне понятно, да. А вот есть слово «почему», а есть слово «зачем». Понимаете? И вот Виталий, который, Вокс и Виталий, он вежлив, он уже в конце начинает срываться, но он вежлив. И он ссылается на нормативные документы. И я видел его ролики неоднократно. Люди начинали сомневаться. Понимаете? Главное – зародить сомнения. Каждый делает, что может. Кто-то может воевать, а кто-то не может, кто-то не хочет. Понимаете? Винтики системы… Моя история проста. Мне еще в 21-м сказали. Еще раз выйдешь, мы ее тебе в статью переквалифицируем от 3 до 5. Это было еще до войны. А сейчас эта статья 7-10 и более лет. Соответственно, давайте вот… Я не Александр Матросов. Мне 60. И 5 лет. Сколько у меня осталось? 10-15 до 70. Хорошо. Можно вам вопрос? Вопрос можно к вам задать? Вы же сейчас не находитесь в России, правильно? Вы не находитесь в России. Не в России. Почему тогда вы до сих пор боитесь? Смотрите, я могу понять человека, который находится в России, и говорит, не выставляя меня, на меня статья и так далее. Понимаете, у меня там есть рост. А гайки закручиваются. У них сейчас в первом чтении, в третьем чтении Госдума приняло закон, в случае распространения тейпов в российской армии будут лишать, в том числе, имущества. Понимаете? А там сейчас имущество записано на мою дочь. То есть имущество моей дочери… Но опять-таки, посмотрите, вот смотрите, вот с позиции человека, когда вне войны, все понятно, есть имущество и так далее. А с позиции украинцев мы обливаемся кровью, да? У нас идут куриста, а вы думаете про свою квартиру. Вот как смотрят украинцы, понимаете? Ну, согласен, вы понимаете? К сожалению, к счастью, да. Я не… Каждый поймет только тогда, когда окажутся на месте, на их месте, не дай бог. И каждый смотрит с позиции своей выгоды. Ну, давайте вспомним пирамиду Маслоу, да? Основные потребности сначала удовлетворяются. Это безопасность, понимаете? Украинцев безопасность притуплена, потому что вторгаются в их дом, им отступать некуда. Очень много украинцев потеряли все, что у них было. Вот смотрите, да, и эти люди, например, выходят в чат-рулетку. Они потеряли все, они потеряли близких, они потеряли свой кровь, дом, квартиры и так далее. Многие из них вынуждены были бежать, потому что Россия вошла туда. Причем иногда приходилось бежать не в сторону Украины, потому что Россия закрывала границы, а в другие стороны. И после этого они выходят, например, в рулетку и слышат. Не смотрите на всех россиян, мы же такие все хорошие. А что вы сделали, чтобы остановить это? А я ничего не делаю, потому что вот у меня есть квартира, например, или потому что я боюсь. Нельзя, вот как бы, знаете, как говорят, не мерить одной меткой. Я как раз с герстальтерапевтом Парабата, Владимир из своих вопросов, да, и она, если правильно, говорит. Каждый делает, что может. Вот в тот день, в тот момент, и делает только то, что он может. И осуждать его никто не имеет права. И я полностью согласен с его позицией. Нет, я осуждать, смотрите, я точно не имею права осуждать, но я имею право иметь свое мнение. А вот украинцы, они сегодня имеют право на все. И осуждать, и говорить, и мотикаться, и высказывать свое мнение. Вы послушайте, я же, вы даже не представляете, вот, к сожалению, я не записываю, но у меня были такие ущипательные истории, что вы даже не представляете. Прямо до слез, до обеих сторон. Мы даже с украинцами одни не вылезтили в ходу, понимаете. Прямо плакали в прямом эфире. Было очень трогательно, как один военный сказал, вот, слушайте, я говорю, за тебя братуха, через 7-10 минут разговора он меня, врага, да, называет братухой, и говорит, будь осторожным. Очень много провокаций, которые, вот, ты так свободно общаешься, типа, могут записать тебе проблемы. Обо мне заботится человек, для которого я брат, да, понимаете. Хорошо, такой вопрос, скажите. Вот мы сейчас с вами говорим, вот, смотрите. Просто вы сейчас будете психологически меня поддавливать. Я очень четко чувствую и понимаю, вы сейчас будете давить на своей точке зрения. И я ее не буду опротестовывать, понимаете, вы не заставите меня. Нет, 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 я не про это говорю. Смотрите, еще раз. Перед украинцами я извиняюсь лицом в лицо. Здесь много украинцев, с которыми я общаюсь, с которыми я общаюсь. И каждый раз, когда я знакомлюсь, я всегда говорю, простите, пожалуйста, за то, что у меня красный паспорт того же цвета страны, который на вас напал. Если хотите, я даже в подтверждение своих, то сейчас покажу свою книжку. Да нет, 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 не надо, не нужно. Вопрос такой к вам. Хорошо. Я могу это дело выставить, если я закрываю ваше лицо и изменяю ваш голос. Или вы все равно не хотите, что я выкладывал это? Да, давай. Хорошо, давай. Как сказать? Смотрите, почему я считаю это важно. Почему я считаю, что это важно? Я вам дам возможность сейчас высказаться, потому что нас смотрят и будут смотреть украинцы, да? И вот мне важно, что если, например, у вас есть какие-то аргументы и какая-то фактическая, фактические слова, которые, может быть, дойдут до каких-то украинцев. Я могу лишь только смотреть. А что, до украинцев? Нет, все, что они делают, это суперподвиг. Ты что? Я никоим образом... Мне кажется, вы неправильно трактуете мои слова. Я конкретизировал. Вы, я понял, вы человек творческий и эмоциональный, да? И вот это будет так сейчас, получается, мы с вами размазываемся, повторюсь. Нет, я конкретно говорил про блогеров, которые пытаются достучаться до россиян, рассказывая им Крым, почему, кто, как, кто такой Гиркин и так далее, понимаете? То есть они пытаются раскрыть им истинное положение вещей. Но только их интонация уничижительная, она закрывает собеседника, и им из-за этого донести не удается. А донести им нужно для того, чтобы заставить сомневаться. Понимаете? И как мне однажды сделали замечание, скажу точно, в 2009 году, как, когда я вступился в очереди, там, народ начал боковать, и там четвертеньку отодвинули, потому что билетов не хватало. Вот. И мне охранник, как узрел, он уже был постарше дня, он говорит, у тебя, говорит, контексты правильные, а посыл неправильный. Потому что была агрессия, понимаете? Она там, и тебя не услышат. Я только это имел в виду, больше ничего. К украинцам у меня нет никаких претензий, вопросов неморально-этистических, интеллектуальных. А все, все, там все правильно. Все, что они делают, все правильно. Только побыстрее быть на границе 1991 года. Это мое искреннее пожелание. Да, я хотел единственное, что сказать вам, почему вот я так веду диалог с вами. Не потому, что, например, я вас не слышу. Я слышу, что вы хотите сказать. Я даже где-то по-человечески понимаю то, что вы хотите сказать. Но у меня есть приоритеты и принципы, жизненные принципы. Я делаю то, что я делаю, именно потому, что моя цель – это поддержка Украины. Причем Украины в целом. Не только какой-то партии, каких-то людей, блогеров, а Украины в целом. Поэтому, когда любой человек, который начинает каким-то образом оправдывать, или, например, нападать на украинцев, или блогеров украинских, у меня, естественно, включается защитная реакция. Хотя я… Хотя я… Смотрите. Нет, вообще не то. Вот вообще не то, абсолютно не то. Еще раз. Смотрите. Виталин Фоксферитарис, он же не пытается… Фоксферитарис, да. Он не пытается умнесть. Он пытается донести. А я вижу, смотря его ролики, что ему в какие-то моменты донести не удается. А я, как человек, увлекающийся психологией на бытовом уровне, понимаю, почему. То есть у человека цель – донести, а ему не удается. А я со стороны вижу, почему ему не удается. Я только лишь говорю, что если ты хочешь донести как цель, то нужно облачить другую форму, более вежливую, более корректную. Почему вы думаете, что у Виталия цель именно донести? Почему вы не думаете, что у Виталия цель показать рас, научить, например, украинское общество какой-то истории, о которой кто-то знает, кто-то знает меньше или больше? То есть у него цели другие. То есть вам кажется, что у него цель – донести… Я с ним не поглазил. А у него цель – донести в первую очередь до украинцев. Понимаете? Вот вообще украинские блогеры то, что делают, они это не делают для России. Они это делают для Украины, в первую очередь. Ну, а он-то разговаривает с гражданами? И потом ролики выкладывают. А россияне, это инструмент. Россияне, это не цель, которая... Что он показывает украинцам? Он показывает украинцам. Первое, что Россия, например, не знает своей истории. Нам нужно знать свою историю. Второе, нам нужно объединяться в идеи и никогда не принимать те ценности, которые сегодня несет Россия. Два. Третье, показать россиян, в чем у них есть ошибки какие-то. Почему они другие, они такие, как украинцы. Чтобы украинцы помнили и в какой-то момент не могли сказать, вот вы знаете, этот человек, мне его жалко, но тогда давайте все-таки посмотрим на это. И чтобы лишний раз украинцы знали, нет, ребята, пока война не закончится, пока Россия не уберет все свои войска, никаких жалостей, никаких, скажем так, отношений, которые требуют некоторые россияне от украинцев, не может быть. И именно этим Виталий занимается. Просвещением для Украины. Это самое-самое важное, потому что он находится на своем месте и выполняет эту работу просто филиппана. Я не смотрел в этом ракурсе, как бы. Я думал, все же, у меня была идея, посмотрев его, у меня была идея другая. Я вам уже ее озвучил. Если пообщались, то я пообщался. Один тоже был Росгвардей. Мы с ним долго разговаривали. Росгвардей есть почему? Потому что он сидел в Тельняшке, и он потом представил. У них Тельняшка не черная, как у моряков, и не синяя, как у ВДВшников, маленькая, разбираюсь, а бордовая, краповая, так называемая. И мы с ним долго общались, минут 40, наверное. Он мог меня сразу послать. Он, тем более, собирался второй раз. О, там, отчишки мои, там, бомбили Донбасс и так далее, и тому подобное. 40 минут мы с ним разговариваем. Если я своим разговором хоть засеял у него маленькое зерношко сомнения, может быть, он лишний раз не пыльнет в сторону украинских защитников, и тем самым вот это маленькое сомнение спасет кому-то жизнь, а может быть, не одну? Нет, то, что вы это делаете, смотрите, если вы такое делаете, то, в принципе, это и должен делать человек, который сегодня выступает против Путина. Это и должен человек в России, который говорит о том, что мы тоже хотим быть частью цивилизованного общества, но при этом он не имеет права сегодня требовать от Украины или украинских блогеров, или еще кого-то, чтобы они там вели себя так, как хотят российские либералы. Понимаете, о чем я говорю? Вот это самое важное. Я понял. Все, еще раз. Не представлено, вы, наверное, еще и журналисты, вы хайпуете, представлено немножко вообще, немножко вообще другого, абсолютно. Не требовать, еще раз, нужно понимать, слово требование идет, несет один лингвистический смысл, правильно? И содержание. А высказать свое мнение, чтобы, предполагая, чтобы человек добился этой цели лучше и комфортнее, потому что я видел цель Fox Veritaris не такую, как увидели Fox Veritaris, то есть Fox Veritaris, не такую, как видите вы. Я видел именно более прямолинейно каким-то образом рассказать россиянам, то, что все, что говорят пропаганда, это некорректно. Вот ссылки на нормативные документы, чтобы у людей включилась причинность, следственная связь, и они могли задуматься. А если они задумаются, то, по крайней мере, они будут бегать от повестки, а не бежать туда, куда их не зовут, понимаете? Вот для меня это более прагматично, скажем так. Это вот прям прагматично. Нет, смотрите, я понимаю, что вы говорите. Вот я просто отделяю две вещи. Первая вещь. То, что вы находитесь под статьей, то, что вы выступали против Путина, поддерживали Украину, поддерживаете то, что границы до 91-го года, за это спасибо. Смотрите, это отдельно, да? Но то, что есть украинское общество, есть украинские журналисты, украинские блогеры, которые имеют право сегодня говорить то, что они говорят, высказывать свое мнение и преподносить информацию для своего зрителя так, как они считают нужным, это второе дело. Понимаете, о чем я говорю? Я просто отделяю эти две разные вещи. И я считаю, что украинцы сегодня имеют право на все. Говорить, высказываться, материться на Россию и так далее. Почему? Потому что эта страна сегодня истекает кровью, и самое меньшее, что можно сегодня делать, это вообще каким-то образом критиковать за это украинцев. Потому что они не заслуживают это сегодня. Опять все, я понял. Диалога, к сожалению, не получается, потому что я вижу у вас абсолютная трактовка, другая. Я встал на вашу сторону, я вас понял, как бы, и вам говорю, что вы делаете акцент не на те реплики в моих словах, а вы все равно обходите с другой стороны и опять начинаете. Никто не отбирает ни вправо. Еще раз говорю, послушайте, в последний раз, и все, наверное, вы просто тратите на меня свое драгоценное время. Я варифицировал цель Fox Veritaris немножко отлично, Fox Veritaris немножко отлично от вас. Я ее варифицировал, чтобы так, как желание донести и зародить сомнения. Вы в этом видите другую концепцию, другую парадигму. Ваше право, я не буду спорить. Исходя из той ситуации, как видел ее я, я и высказал свое мнение. Не критику, не требования, а мнение, как быстрее и легче добиться этой цели, если эта цель зародить по мнению. Все, точка. Желаю вам хорошего вечера. А у вас сейчас день. Хорошо. Я вас услышал. Люди послушают и сделают свое мнение. Я закрою ваше лицо и я изменю ваш голос. Вас не будет видно и не будет слышно. Да, выкладывайте. Все. Хороший вечер. Хорошо. А я не могу посмотреть. Как вас канал называется? Нет, можете посмотреть. Канал называется Maestro Talks. Пишите английскими буквами Maestro Talks. Я вам сейчас напишу. M-A-Y-3. Вот я вам скинул. Смотрите. Видите в чате? Хорошо. Нет, не вижу. Я еще не пользовался. Ага, я понял. М-A-E-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O-S-T-R-O которые мне говорили можете меня не закрывать он находится в россии вот я готов идти в тюрьму тогда я все равно закрывал таких людей и таким людям до события в башкири знаете до одного убили а второму сломали мы должны все мы все же каждый из нас я к сожалению поздно к этому пришел так сожалению вот каждый из нас несет ответственность не словом и действием за жизнь человек поэтому лучший как бы вот не быть как бы мягко сказать источником одним из источников смерти и либо болезнь этого человека нет это ваше мнение смотрите мне и вам проще почему потому что мы не находимся в эпицентре события и мы мы на себе не ощущаем ракеты и то что ощущают от себя украинцы поэтому мое еще раз такое мнение вот последнее слово скажу что украинцами нам не проще нам на степени бесконечность проще порядок только даже и когда я с украинцами разговаривал если кто-то у вас будет просить прощение как бы да и прощайте никого это прощать не нужно невозможно все никто никогда если кто-то будет говорить о вас понимаем это лажа полная никто никого не поймет пока это ракеты не просвистят головой и именно твой ребенок тип у меня на язык пока не погибнет пока ты эту боль не ощутишь внутри себя никого-то не поймешь поэтому более горе украинцев даже я даже боюсь приближаться к этому исцепляющим по мужу я психологию влекаюсь знаешь что такое гештальт прорабатывать какие-то моменты ну я даже реально не разрывает от смерти котенка там я даже не просто скажите вопрос последний перед тем как вот мы попрощаемся сказать а в 2014 году вот такие были ваши действия что вы делали вот когда захватывался крым я не интересовался политикой политику нам на политику ли глаза открывать иван фамилию не буду говорить а из бридянка да вот он был у меня бригадиром мои в комплексной бригаде построить его с ним общались и он начал мне потихонечку на тот момент рассказывать со ссылками в википедии мы разделили листов на две половины и вот и прям по википедии чей крым российский украинский у меня получилось да просто складывая все плюсы минусы однозначно получилось что по всем актам законодательно международного и международного права крым никак не может прости ну это захват агрессии вооруженной агрессии есть не помню в каком мы меморандуме статья это статья оон статья оон 30 и 14 называется агрессия на территории суверенного государства вооруженное я все это понимаю до того момента я работал лечил дочку у нее детский церебральный паралич и соответственно не интересовался политикой и согласно моим знаниям двухнедельной давности оказывается я был идиот почему потому что второе значение слова идиот с греческого человек который да не занимается своим социумом и в итоге меня накрыло ну это нужно большинство людей к сожалению ориентированы на решение тактических задач здесь сегодня и сейчас в команде 140 человек в четыре офиса в пекине в гванджоу в сеуле в москве разрывается куча продаж менты налоговой ты просто не политика что-то далеко что-то эфемерное хорошо все я тогда услышал зрители напишут свое мнение все хорошо до свидания да спасибо за делу канал youtube youtube да нет никаких никаких обид я просто услышал мнение я считаю что то что почему я так говорил я вам скажу я хочу чтобы украинцы посмотрели сделали выводы какие-то и они напишут комментарии может быть кого-то вам удалось убедить а мои доводы были совсем убедительная вот и все опять что же так все убеждающие вы манипулятор правы я начинаю вас кого я убеждал я никого не убеждал еще раз говорю не о том вот абсолютно хорошо давайте зритель сам посмотрит скажет действительно он никого не хотел убеждать а я вас неправильно пойду до свидания ну вот так друзья не убавить не прибавить напишите ваши мысли по этому поводу был ли я может быть слишком напористый даст и вот данным человеком все-таки человек находился на территории россии и ходит под статьей и есть какие-то проблемы напишите как вы оцениваете этот диалог и вообще для чего украинские блогеры и те люди которые сегодня находится вне украины но которые поддерживают украину общаются с россией именно таким способом инструмент ли это в руках даже украинских блогеров для того чтобы что-то показать или все-таки есть цель убедить я вам скажу так когда я только начинал все это дело да у меня были мысли о том что может кого-то не все-таки удастся убедить и они изменят свое какое-то мнение но чем больше я общался в чат рулетки тем я больше понимал что таких людей очень очень мало и что самая важная задача сегодня это помощь украине что на сегодняшний момент самое главное это победа а не то чтобы кого-то убедить с кем-то договориться и так далее как-то так друзья напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока а а